МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первая бесплатная столовая открылась в Алматы. Инициатором проекта выступили меценат, который пожелал остаться неизвестным, и духовенство города. Еду предоставляют там малоимущим, многодетным семьям, одиноким людям и инвалидам. Питание трехразовое по будням. Для маломобильных посетителей сотрудники столовой организовали волонтерскую сеть. Они берут еду на вынос и развозят по домам. Колясочникам помогают добраться до столовой. Еду, тепло и общение пока получают около ста человек. Люди с ограниченными возможностями смогут зарабатывать с помощью цифровых технологий. Для этого понадобится лишь смартфон и доступ к интернету. Такую возможность реализуют в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана. О ней на форуме Digital Arena 3 рассказал вице-министр ведомства Нариман Мукушев. Для ограниченных передвижения людей организуют в пилотном проекте специальные курсы, и они уже дают результат. 80% прошедших обучения начали получать деньги за удаленную работу. Взяли аудиторию, там не только лица с ограниченными возможностями, там в том числе мамы. Мамы, например, детей, особенных детей, которые надолго не могут выйти из дома. Их тоже обучали. Из этого общего количества 80% начали получать реальный доход. И сейчас мы хотим этот проект уже масштабировать. Причем, что самое главное, мы его будем масштабировать не только на крупные города, но и на районы. Нам важно показать, в целом, самим гражданам, что можно зарабатывать не только сидя в Алматы-Астане. Можно зарабатывать и сидя дома там в райцентре. Да, главное, нужен только там доступ в интернет или смартфон. В Москву едет новый посол Белоруссии, в России Владимир Семашко. Главный нефтегазовый переговорщик выпадал из информационного поля после смены правительства, но ненадолго. И вот сейчас он намерен и дальше добиваться равной цены на нефть и газ для представителей Белоруссии и России. Мол, граница, которой в союзном государстве вроде как нет, не должна делить производственников на своих и чужих. Сразу после назначения Владимир Семашко сделал первые заявления в новом статусе, в том числе и о белорусской АЭС. Кстати, при необходимости полномочия посла в России могут быть расширены. Спустя несколько месяцев работы в новой должности Владимир Семашко представит свои суждения на этот счет президенту. Так что роль и влияние дипломантов Минск и Москва, похоже, решили усилить с обеих сторон. В нынешних условиях мы считаем, что и плюс тот небольшой сбой, который произошел со сроками пуска станции, на год завишка произошла, ну, надо решать проблему пересмотра в сторону увеличения сроков кредитования и возможно снижения ставок по кредиту. Граждане Кыргызстана смогут находиться в Таджикистане в течение 60 дней без регистрации. Соответствующий договор ратифицировал глава республики Соранбай Женбеков. Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования. Такая же система действует и для граждан Таджикистана. Также кыргызстанцы смогут пересекать границу с предъявлением ID-карт и биометрических паспортов, а не по заграничному паспорту, как это делается сейчас. Всемирная торговая организация требует обновления, но делать это нужно без ослабления ее влияния, тем более демонтажа. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на деловом саммите АТЭС. По словам российского премьера, только на основе прозрачных норм ВТО можно создать азиатско-тихоокеанскую зону свободной торговли. Также Медведев обратил внимание на замедление темпов роста мирового ВВП. По его словам, оживление глобальной экономики происходит медленнее, чем 10 лет назад. Кроме того, Медведев отметил увеличение совокупного мирового долга. По его словам, развивающиеся рынки из-за ужесточения денежно-кредитной политики стали более уязвимы. Также Дмитрий Медведев пригласил компанию азиатско-тихоокеанского региона, незнакомую с проектами Дальнего Востока, поучаствовать в Восточном экономическом форуме в 2019 году. В качестве примера такой интеграционной платформы я мог бы привести Евразийский экономический союз, который мы с партнерами развиваем строго в соответствии с принципами ВТО. По емкости рынка это одно из крупнейших региональных объединений, и действительно создан единый рынок с едиными правилами для бизнеса. Президент Беларуси подписал указ о финансировании инвестиционных проектов, который нацелен на развитие Оршанского района Витебской области. Документ предусматривает предоставление кредитных ресурсов нескольким предприятиям региона на обновление производства и строительства новых цехов. Не дожидаясь поддержки, некоторые производства региона ситуацию решили исправить сами. Последние полтора года к Оршанскому району особое внимание вернуть промышленному узлу былую славу распоряжения главы государства. Орша и соседние поселки Барань и Балбасово когда-то гремели на весь Советский Союз. Те же объемы производства от предприятий сейчас никто не требует, но хорошие условия труда – конкурентная продукция и достойная зарплата. И об Орше снова заговорят как о промышленном центре региона. Что не смогли сделать прежние руководители за год, новые команды управленцев должны наверстать за несколько месяцев. Не для отчетов и показателей, а для людей, которым в Орше и окрестностях жить и работать. Согласно поручению главы государства, в первую очередь будут закуплены станки отечественных производителей, таких как «Станка Гомель», «Красный борец», «Визес». Это и фрезерные обрабатывающие станки, и токарные, и шлифовальные станки. В Швейцарии нехватка топлива из-за летней и осенней жары обмелел рейн. А именно по реке в конфедерацию доставляют 70% дистоплива и более четверти бензина. Другие виды транспорта могут лишь в некоторой степени компенсировать дефицит. Власти страны решили закупать резервы у импортеров. Каждая компания, которая занимается поставками нефтепродуктов в Швейцарию, обязана хранить трех-четырехмесячный запас горючего. Из хранилищ будут выданы 160 тысяч кубометров дизельного топлива и 50 тысяч кубометров бензина. В правительстве подчеркивают, что опасаться кризиса или повышения цен не стоит. Та же теплая погода, из-за которой обмелела река, снижает потребности в топливе. У граждан Греции появилась надежда на то, что они не столкнутся с очередным сокращением пенсионных выплат и дальнейшим снижением доходов. Как сообщается, эксперты консультативного органа Еврогруппы пришли к выводу, что Афины смогут выполнить свои обещания перед кредиторами без изменений в системе обеспечения пенсионеров. Несмотря на окончание третьей и последней программы кредитной поддержки, Греция все еще связана обязательствами поддерживать высокий первичный профицит госбюджета в размере 3,5% ВВП. Власти страны утверждают, что справиться с задачей, не прибегая к сокращениям пенсий. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято в ближайшие недели на встрече министра финансов стран Еврозоны. В последнее время экономика Греции вернулась к росту, а безработица за пять лет сократилась с 28 до 18%. Но этот показатель все еще остается самым высоким в Еврозоне. Первая зима с новым законом. Ровно месяц назад в Венгрии вступил в силу запрет бездомным спать на улице в непосредственной близости от культурно значимых мест. С тех пор в приютах действительно стало больше постояльцев. Оппоненты венгерского руководства считают, что это из-за наступивших холодов, а не из-за закона. В Венгрии, по оценкам наблюдателей, около 20 тысяч бездомных. Из них каждый третий обитает в Будапеште. Туристы уже считают бродяг одной из достопримечательностей венгерской столицы. Закон позволяет стражам порядка насильно препровождать бездомных в приюты, а в случае повторных нарушений лишать имущества и даже заключать в тюрьму. Правозащитники называют документ бесчеловечным. По их словам, закон добивает тех, кого не смог защитить. Ведь значительное число бездомных появились из-за глобального кризиса, когда многие лишились жилья и стали жертвами ипотечных махинаций. Власти говорят о разнообразных программах занятости, а также о том, что наряду с жертвами обстоятельств на улице много и тех, кто сознательно выбрал бродячий и даже антисоциальный образ жизни. Такие люди не вернутся в общество добровольно, даже если появится возможность. За последний месяц 931 человек нашел себе место в приютах, так что закон работает. И работает не потому, что наказывает их, а потому, что побуждает их искать ночлег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова